Время военнослужащего заключается не только в его обучении техники убийства, не только в обучении его технических вооружений в боевых, но и в том числе его психологической готовности к войне. Здесь мы готовы не только, как приводится, высшие военные команды, а начитая средового солдата, потому что в последнее время было же психологически не было готовности, а немцы были готовы. И во многом поражение первых месяцев связано именно с психологической неготовностью. Я не специалист по психологии, мой доклад посвящен экономике и технике, поэтому я отвечаю за это честно от вопроса. Но я могу сказать свое личное мнение, то, что, ну, не думаю, что была психологически не готова, да, армия все-таки сражалась, и надо сказать, что даже в первые дни войны переходило наступление, и то, что вот, то, что неготовность была, значит, солдата, готовность руководителей, тоже не совсем так, потому что никто не мог учитывать, то, что командующий западным военным округом генерал Павлов 21 июня поедет в Минс смотреть оперетку Московского театра, там Боидыр, еще что-то такое. Приедет и будет спать, когда немцы нападают. Этого учитывать невозможно. Да, в этом отношении были такие моменты. Ну, его и справедливо расстреляли. И другие моменты, сдача генерала Власова и так далее. Но армия сражалась. Армию все нельзя говорить, что не готова была. Если бы не готова, то не было бы тех сражений, которые были. Это неправильное представление, что армия откатывалась. И в конце концов, тоже был определенный план, он был таки. Это старый скинский план. Почему мы упрекаем вот Жукова, упрекаем там других генералов наших маршалов, вот докатились до Москвы. А у именно шесть Наполеона вообще Москву взяли. Да, отступала армия, давая сражения. Под Смоленском, точно так же в 1941 году под Смоленском. Вот Трубчевска была первая танковая битва, серьезная танковая битва. Об этом не говорят, потому что там было потери наши больше, чем немцы. Но так получилось, что битвы участвовали и старые танки тоже, помимо новых. Мы проиграли ее. Но значительно потери немцев причинили. И то, что вот растягивание коммуникаций, то, что там ставят гарнизоны, потом нападение на гарнизоны, партизанская война. Все это было точно так же, только с другим оружием. Народ был готов психологически, народ сражался. И обвиняясь вот бойцов, что они, значит, не были готовы. Были готовы, потому что не так просто дался этот поход. И уже к концу 1941 года немцы потеряли полмиллиона солдат-эфицеров. Кто их убивал? Русские солдаты. Ну, советские солдаты. Так что сражались на уничтожение. И подвиги наших, известно, да, и шли на Исселес, и... Я не буду идти панфиловцев, а других были подвиги. Матросов и так далее, индивидуальные подвиги. И массовые тоже подвиги были. Так что армию в меня в целом нельзя. Хотя сдача в плен отрицать невозможно. Но, ну, 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 значит, так сказать, надо учесть работу пятой колонны. Были листовки всюду. И в Ленинграде, мы знаем из документов различных, показывают различные документальные фильмы, которые убеждали, что немцы культурный народ, они Питер будут не тронут, они уважают все это, и Серебряный век, и все такое прочее. А немцы планировали вообще, как известно, Ленинград сравнять с землей, и затопить. И точно драться в отношении русского народа, других народов, да. Агитация была. Сдавайтесь в плен. Даже листовки были массовом порядке. Берите стопу, сдавайтесь. На некоторое действовало. Действовало, конечно. И сдавались все правильно. И поэтому, значит, вот, издал был приказ ни шагу назад. Да, надо было сделать так. Да, загратострелы должны были быть. Вот они и сделали было. Надо принимать вот то, что было. Конечно, было страшно, потому что немецкая техника тоже не детские ружки, и они уж, да, я согласен полностью, что они не были, так сказать, гуманными, как наши. Наши иногда вот старались как-то, вот, ну, тоже люди. Они давили все подряд. Все живое, если надо было. Это да. Но все-таки иное. Советская армия, Российская армия была более гуманна. Мы так не велись на оккупированной территории. Я сам был на оккупированной территории, знаю, что были настоящие оккупации, что действовали, как они действовали. Так что вот не выдержавшие, да, были не выдержавшие, да, были в плену. Но все-таки вот байки, которые говорили потом, что вот армии из Красной уже нет, а фронт держат монголы, наняты к речам. Ну, это вообще. И более того, вот я в прошлом году буквально, вот, был я в парламенте, где обсуждался вопрос Латвии и Россия, значит, современные вызовы. И там французские депутаты в парламенте говорят, что в французских школах уже говорят, что, в общем, ну, с подачи, конечно, геополитических конкурентов с американцев. Но на самом деле, ну, там Россия что-то 4 года с немцами ничего не могла сделать. Пришли американцы и всех, понимаешь, победили. Да? Это вот такие байки. Это вот та компания, которая целенаправленно ведется, чтобы мы осознали, что были трусливые много, что были такие были, и чтобы народ сам себя перестал уважать. Этого не было. На самом деле, армия проявляла героизм, и массовый героизм. Поэтому победили, а иначе как бы. Еще вопросы, пожалуйста, у кого? Так, Сергей. Сейчас некоторые в России создали целый сериал с Виктором Резуном, автором «Ледокола», «Аквариум» и тому подобное. И как вы относитесь к его вот этой концепции, что он говорит о том, что особо мобильные, маневренные танки, рассчитанные на хорошо проходимые цивилизованные дороги, стояли уже на границе СССР и были готовы к броску на запад. И штурмопаты были, потянут и ждали. Смотришь на этих кинорежиссеров и продукцию, да, и удивляешься, вот все это положительное. Вообще, как вы думаете о том, что это будет все? Я думаю, что, конечно, разработчики плана «Барбаросса» знали многое, но далеко не все. Дороги, конечно, тоже надо было учитывать, несомненно. Но та глупость, что русские специальные испортили дороги, это, конечно, ерунда. И надо, конечно, воевать в тех условиях и видеть поле боя, опять-таки, то, которое есть. И наши конструкторы, и разработчики видели, и вот, Горджелл говорит, намного лучше, чем кто-нибудь на Западе. Поэтому наша техника была более высокой проходимостью, конечно, естественной модельностью, и скоростью тоже. Да, с учетом, конечно, наших дорог, естественно. Ну и, говорится, что они, генерал Мороза, не знали. Наши ведь тоже мерзли. Но тоже были приняты своевременные меры. И, кстати, вот наш союзник, может быть, единственный настоящий союзник, который в Монголии поставил почти миллион плаушубков в зимнее время. Не спасли. В какой-то степени многих армий у немцев этого не было. Посмотрите, пленный немцев бабских отца века платочками. У нас была одежда, не у всех, но была. И то, что, значит, Средизиадские республики тоже поставляли большое количество и, значит, продовольствия, и другого, и сами воевали, это тоже. Поэтому, говорят, в советском народе, конечно, решающего, несомненно, русский народ, как всегда сыграл. Но, значит, и то, что вот апологетика такая, согласен Сергей, ну, всякая, луи по строку, лишь бы какой-нибудь ерунды не сказать, все направлено одно и то же. Что вы случайно выиграли на войну, вообще, понимаешь, немцы такие замечательные, такие красивые, все остальное. У вас никуда не годны. А почему-то не бежали от нас. Бежали. Потому что, действительно, была фототопа настоящая. Ну, если говорить о примитивной войне, то, что Сталин хотел напасть, грубо говоря, они-то нанес, так сказать, ответный удар. И что интересно, Сталин не принимал внимания никаких разведчиков. Уже кучу по теме надо задавать. По теме его выступление. Да, по теме выступление. Ну, последнее. Это немножко по-другому. Психо. Ну, последнее отвечу, потом, действительно, не совсем по теме. Я хочу сказать то, что мне известно, то, что мне рассказывали люди достаточно компетентные. Значит, Сталин не хотел нападать. Не нужно это было. Готовились к обороте. И только к обороте. А что касается предупреждений, были. Он прекрасно и сам знал. Вот недавно передачи, там, такой вот вам на телевидении, Сталин был лохом, его обманули. Да не обманули его. Не был лохом. Руководство не было лохом. Прекрасно знали, что это будет. Да? Но дело в том, что условия были определенные. Кстати, тоже факт. Президент Руслера строго-настрого предупреждает Сталина, что если он спровоцирует Гитлера, никакой помощи Америка не окажет. Это тоже факт, который заставлял как-то оттянуть. И 5 мая на выпуске Грустяковой военно-какадемии Сталин сказал, что война вот-вот будет. И если Молотову с его аппаратом удастся оттянуть нападение хотя бы на три месяца, уже у нас будет лучше положение. Оттянули на полтора месяца. Но больше не получилось. Личко, Летинич, тут один момент только. Я прошу прощения, что призывал задавать вопросы. сам не совсем вопрос. Сейчас получится. Но проблема в том, что, понимаете, молодой комприк Павлов за три года проделал путь от начинающего командира бригады до командующего округом. И тут возникают вопросы все-таки. Кто был виноват на самом деле? Тот, кто сам Павлов или тот, кто назначал людей на такие должности, которые они не должны были занимать просто? Ну, наверное, может быть, и это было. Хотя, в принципе, вот все современники, кстати, последняя работа в 2012 году в истории Соловьева говорит, что Старин был проницательным человеком и разбирался в людях. И действительно так. Но не во всех, не в каждом, и не всегда. Были разные люди. Понимаете, дорогие друзья, можно пару слов тоже? Вы знаете, вот Вячеслав Евгеньевич очень хорошо начал с того, что мы от одних пытались развеять мифологен. Из одних мифологен, главное, перетекают другие мифологен. Вопрос только времени и характер. Сейчас у нас обозначили две мифологемы. Как все было замечательно, накануне войны, как у нас все было прекрасно, замечательно. Самые лучшие танки, самая замечательная техника. И вообще все идеально проиграли только из-за конкретных Павловых, Ивановых, Петровых и Сидоровых. Из-за того, что кто-то читал. Чемокать от нервничею, вы извините? Представьте. Вот. А вообще все было так прекрасно, что я просто поражаюсь. Я этого не говорил. Я думаю, что было тяжело. Я не услышал, к сожалению, в вашем докладе, я не услышал никакой критики подготовки Советского Союза во всех этих организационно-технических экономических аспектов на конуне войны. Понимаете? Ну, никаких недостатков не было. Это же было, так не бывает. Недостатки всегда есть. Я сказал, что у нее все было гладко, что оружия не хватало, все-таки не успели подготовиться в штрафной степени, но подготовка ввелась системно и целенаправленно. Я понимаю. Те 5 миллионов автоматов, ППШ, которые вы сказали, поступали мелкими партиями в течение всей войны. Почитайте документы, как катастрофически в декабре 41-го не хватало танков для контуроступления под Москвой. Танки вынуждены были заменять кавалерией. Понимаете? Значит, я не могу... Дайте, мы вас внимательно послушаем, дайте мне тоже еще сказать несколько. Если есть еще вопросы, что касается параллельно-психологического подготовки, это вообще совершенно отдельная большая тема, не надо... Давайте отдельно ее обсуждать. В целом оружие было... вопросы есть еще по контенту. Пожалуйста. Вячеслав Вячеславович, Вячеславович, а в чем была причина ошибки в Германии, когда она оценивала состояние Советского Союза как колосса на длинных ногах. Была чисто пропагандистская штука, что для немцев с того и кемельца или это была ошибка на немецкая расследователь? Я полагаю, что знающие люди говорят, что именно Клан Парбороса не учил тех заводов-дублеров, их производственные мощности, которые к этому времени уже были введены в строки и наращивались. Это да. И потом опять-таки отвечаю, я не говорю, чтобы все было замечательно, было очень тяжело, но мне хочется ответить тем критикам, которые говорят, что все было плохо. С этой точки зрения я привел те данные, те цифры, которые говорили о колоссальном напряжении сил. И потом, так сказать, вот эти недостатки, да были недостатки. Но вот был такой интересный фильм, когда попадает в группу людей прошлый, вот научить надо быть. А вот надо прицел ночного видео. Ты скажи, как? Не дошли мы еще до этого. Понимаешь? Не тысобрели, не доделали, не сумели, но сумели, что могли. Колоссальным напряжением сил. Вот что самое главное. Последний вопрос, пожалуйста. Я хотел задать вопрос. Потом перейдем к нашему. Скажите, пожалуйста, как на Ваш взгляд повлияла политика Советского Союза в странах Прибалтики на реакцию населения после начала Великой Отечественной войны? Да, интересно. Ну, это как бы тоже трудный такой вопрос. Я сказал в характере, что в принципе население встретило сначала вполне лояльно, потом, значит, так сказать, ну, если натолкнуть меня, ну, просто, значит, так сказать, и патриарды, и грязь, и выслуга. Была, конечно, такая выслуга тоже. Ну, как говорит, хорошим знакомым Татьяна Жданоха и родственники уцелели, потому что их выслали. Если бы не выслали, это бы, ну, и живи не были. Это тоже было. Поэтому надо все в контексте как бы уязывать это. И в принципе, все-таки, вот, в республике Прибалтик и тогда они приняли ту концепцию и тот молодосвьюенти, тот образ жизни и воевали, достаточно хорошо воевали. И отметил, вот, и генералов латвийских, и солдат латвийских, они честно сделали свое дело, потому что полагали, что альтернатива будет намного хуже. Вот это вот. А то, что есть отдельные детали, отдельное что-то, но тут вопрос, опять-таки, психология, я не берусь об этом суждения. Больше нет вопросов? Конечно, мне очень хотелось бы услышать такой, ответ на такой вопрос. Как Вы считаете, насколько все-таки была эффективна экономика Советского Союза, ну, например, в сравнении с такими странами, как, например, Германия, Великобритания, Япония, можно взять перспективы и так далее. Что дало возможность той же Великобритании создать мощную и авиационную технику, и другие виды и образцы, то же самое Соединенные Штаты, мы как бы не трогаем, не рассматриваем, допустим, экономику Соединенных Штатов Америки, но ведь Соединенные Штаты Америки, уступая в войну, многих не имели ни танков, ни самолетов, ни даже судов, за короткий, за очень короткое время они создали буквально за два года мы можем вот каким-то образом так сравнивать экономики и так далее. Почему? Потому что сегодня же тоже проблема. Какая экономика более выгодна, то есть более эффективная экономика единая, плановая или все-таки если экономика где конкурирующая фирма, я имею в виду также внимание, там острая была противоречия между мощными фирмами. Там нельзя сказать, что эти фирмы были государственными. Государство их поддерживало делового заказа и так далее. Они создавали образцы техники, вооружение и так далее. Очень оперативно. Так может быть мы уже на сегодняшнем скажем уровне должны дать какой-то не просто потому что мы выпустили и так далее. Эффективность экономики. И почему она сегодня же советская разработка. Ну я уже сказал, что военно-промышленные в области Соединенные Штаты взяли за основу образ Советского Союза. Поэтому они так нарастили производство кстати с государственными закупками и политикой государства прежде всего. Я сказал, убежден в этом, что для той ситуации, для той войны страшной была необходима мобилизация всех ресурсов, всех поголовных до самых мелких. И здесь способна к мобилизации именно план распределить экономику. Она была адекватна до того времени. И это не значит, что она адекватна всегда, всюду и во все времена. Но в самой Германии тоже все военные заводы были подчинены единому плану. И когда приходили к нему промышленники и Гитлеру и его руководству, то спрашивали их, вот надо обеспечить кто-то и кто-то. У нас нет, понимаете, рабочих, будут рабочие, будут работать. Поэтому гнали пленных, военно-пленных, кого угодно. Там были действительно до изнеможения рабские условия труда. Да, давали рабочих. Нужны были деньги. Давали деньги, в том числе захватывали золотые запасы других стран. Это тоже было. Но тоже было государственное управление экономикой в этих условиях. И вот сейчас то, что наши показатели, наши российские показатели в частности в Сирии, это когда государственные заказы поступили на заводы, когда государственные растаскивались заводы первые, приватизировались, потом продавались с молотка или упускалось бог знает что. А вот когда государственное управление вошло в строй, тогда появилось оружие. Поэтому я считаю, что сочетание и элементов рыночной экономики, государственного регулирования это самый разумный путь. Вопрос дозирования это зависит от каждого отдельного случая, в том числе от конкретных условий данной страны. Все? Вопросов нет больше? он уже задал. Спасибо вам огромное. Ну, у нас есть время, я так думаю, мы можем переходить к дискуссии. Кто желает, скажем, по тем заданным вопросам и по своему впечатлению, потому что, конечно, тема, затронутая сегодня в этом выступлении, она очень огромная, очень важная, очень актуальная, она была всегда, и в юбилейные годы, не юбилейные, но я считаю так, что в таких сложнейших вопросах это не на конференции решается, но в любом случае нужны очень сильные аналитические работы для исследования, скажем, тех процессов экономических, которые происходили накануне войны, а именно это 20-е, 30-е годы, и то, что происходило во войну, и то, что происходило после войны, потому что был целый всплеск антисоветского года и холодной войны, работ на Западе, которые писали, что советская экономика, как таковая, бесперспективная, что просто ей задан какой-то алгоритм, время, примерно, они не ошибались, максимум 70 лет, и она, так сказать, начнет работать полухолостую, холостую, и так далее. Это большая проблема, конечно, она меньше всего к этому завязана, легче всего сказать, что все это сделали на Западе, что вот они это все, но прежде всего, что они правильно сделали, что они проанализировали именно с научной точки зрения вот эти все проблемы, которые происходили в Советском Союзе, на кануне войны и в годы войны. Я вам хочу сказать, что мне приходилось много работать в наших архивах, вот есть целая куча материалов, которые еще исследователи в руках не держали. Я имею в виду такие материалы, как материалы военных атташеатов, атташе, допустим, Франции, Германии, Финляндии, Соединенные Штаты Америки. Я был в шоке, когда я начал читать эти документы 30-х годов, как они оценивали Красную Альмию, особенно после реформы 35-го года. Вот как они оценивали ее до 39-го, немецкий атташеат, какие давал разработки по военным мучениям, которые происходили в западном белорусском военном округе, там западном и так далее, какие они делали выводы, при том, как собирали материал, представьте себе довоенный, вот сегодня будет писать, выступать у нас Борис Николаевич о печати в годы войны, но довоенная советская печать фактически ничего не давала в наших вооруженных силах, они давали прекрасную картину, что представляла собой советская Красная Армия 35-й, 36-й, 37-й, 38-й, 39-й год. Притом, она настолько объективна, что я думаю, что они чуть ли не получали эти документы с Министерства обороны или Наркомата обороны. В чем причина? Причина в аналитике, аналитические умы были, мы сегодня знаем фамилии этих людей, которые были в военном аттешиате Германии, как они потом себя проявили в войну там и так далее. Поэтому я к чему это веду? Что они давали картину Красной Армии. Но они уже тогда давали и то, что, в чем слабость Красной Армии. На что обращалась внимание? Что революция 17-го года, она перечеркнула старую традицию Российской Армии, то, что сегодня возвращается Российская Армия. то есть фактически армия была уничтожена и она создавалась совершенно по новым лекалам и блуждающим в 20-х, 30-е годы и так далее. И начиная с конца 20-х годов, главная проблема, которая была перед Советским Союзом, это была проблема Сталина сформулировала в разных, так сказать, ипостасях, что война неизбежна. И вся страна работала на это. И народ был уже доведен до нитки. Что подняло наш народ? Это успешный поход в Западную Беларусь, это факт Ребентор Молотова. Когда Западная Украина и Беларусь было присоединены, это 10 миллионов людей влилось в состав Советского Союза, потом началась Советско-Финляндская война. Вот это была самая большая проблема, которая показала то, что... Но перед этим был Хасан и Халкин Гол. То есть вот то, что вы сказали хорошо, к чему готовились, отрабатывались разные технологии. На дальнем востоке враг был определен. И Сталин прекрасно понимал. И вот сегодня Китай, кстати, всячески проводит линию на то, что Вторая мировая война началась в конце 20-х годов. И через несколько лет мы будем с вами свидетелем того, что она началась не 1-го сентября, она началась в 31-м году. И Китай вылетит себя на позиции страны, которую, вот они открыто уже сегодня ставят, всячески проводят конференции на разных уровнях и так далее. Со временем это будет главная одна одна из стран а потерпевшая б выигравшая войну. Так она и было по результатам войны. Поэтому вот те вопросы, которые мы сегодня затронуты в наших вопросах, выступлениях, которые прозвучали. 75-летний Александр Говорич сказал, что это юбилей, это годовщина видимо этого страшного дня, который при нападении Германии на Советский Союз, вот она высветлила все проблемы. Но проблемы, болезни Советского Союза были высветлены не на далеком, не на Дальнем Востоке, где прекрасно себя показали наши, ну я вижу, наши советские войска, особенно и на Хасане, на Халкинголье. Они так поднимают, да? Да, они там себя показали прекрасно, но советско-финляндская война, она вскрыла проблему и очень остро. И 4 миллиона вся Финляндия, 4 миллиона в одном Ленинграде, 180 миллионов и больше в Советский Советский. Эта страна держалась три месяца и фактически выиграли мы кровью. Я написал большую книгу советско-финляндская война и Беларусь. У нас говорили в Беларуси раньше погибло полторы тысячи человек беларусов на этой войне. 9,5 тысяч я опубликовал в этой книге. Это тех, которые мы знаем, где кто похоронен беларусам. Три корпуса беларусских, командующего округа нашего, фактически западный особо военный округ воевал после Ленинградского на Советско-финской войне. И война показала причины. Вот говорили, я узурпировал власть, потому что сказали много времени, что Павлов виноват. Кто такой Павлов? Если вы читали материалы совещания, которые Сталин проводил по результатам Советско-финляндской войны, Павлов это был советский ястреб. Это наш беларусский комбрик, он командовал бригадой танковой, он потом отправлен в Испанию, получил героя Советско-финляндской войны, многие потом были репрессированы, он возглавил автотракторное управление, бронетанковое управление, и рвался на Советско-финляндскую, приехал туда, принимал немножко участие, и когда подводили итоги, он очень резко выступил там, что мы имеем такие танки, мы имеем такую технику, что мы можем дойти до Берлина, почитайте внимательно, Сталин не случайно его поставил на это место, и то, что он был в театре, это все, знаете, надо было на кого-то скинуть, проблема была в чем, все прекрасно понимали, что готовились у нас в Беларуси, мы написали много, две вот таких работы, где постарались разобраться, к чему же готовились все-таки в Беларуси, какие учения проводили, какие задания давали, и так далее, готовились, я не говорю, что наступать на туда, но если ударят, сделают так, как сделали на Халхиновой, примерно, в таком плане, поэтому тактика глубоких оборонительных операций, стратегических, это мы сегодня написали, что была прибалтийская стратегическая операция, белорусская стратегическая оборонительная, значит, этого киевского округа, не было этих фактически разработанных операций, потому что планов их нет, если бы были планы, мы могли бы сказать, да, вот, разработано, вот линии, вот, пятая дня была, ждали, что мы соберемся, ударим и так далее, поэтому Павло виноват лишь в том, что надо было сказать, кто виноват, когда сдались в плен, в районе Белостока и Новогрудка, это 344 тысячи человек, это третья армия, почти полностью, десятая армия, лучшая армия в западном особо военном округе, вот, и часть сил 13-й, 4-я армия не попали в окружение, но командующего расстреляли, почему? Попался под ручки, под это самое, командующий 10-й армии Голубев, потом стал генерал-полковник, командующий 3-й армии, которая полностью фактически была уничтожена в этих окружениях, не был репрессированный и так далее, под горячую руку, но это один вопрос, 2-й, почему сдавались в плен, вот, морально-психологическое состояние, когда стало известно о таких потерях военнопленных, у нас была мощная оппозиция на Западе, тут есть специалисты, то есть те люди, которые с 17-го года выступали против советской власти, я имею ввиду часть немчевицкая, сыровских лидеров там и так далее, и когда они узнали в немчевицких газетах на Западе начала появляться информация, что повторяется война 14-го года, что лозунг большевиков поражение своего правительства действует наяву, и они радовались от этого, что якобы есть в Советском Союзе силы, которые пользуются теми самыми инструментариями большевицкой власти, что якобы большевики, ну, в смысле, вот, не хотят воевать за эту власть, ну, конечно, она была только 42-й, 41-й, 42-й, это версия, потом она отвалилась, и ее сегодня никто не вспоминает. Конечно, самый большой подарок, что сделал Сталин и советский народ, и советские правительства, это то, что они стали на смерть. Самый большой подарок Европе, если мы сегодня это не осознаем, и не понимаем, Советский Союз имел возможность, Сталин имел возможность предложить условия, сегодня муссируется, что вот там через Болгарского посла, там и так далее, есть карты, стольки, что работал в архиве, видели, что были изданы в 33-м году, была издана карта, она типографским способом, где линия фронта обозначена под Днепро. Несколько версий этой карты, что она якобы готовилась к Тегеранской конференции, потому что надо было от Запада, чтобы они приняли, ну, как это сказать, открыли второй фронт, там и так далее. Другая версия, что немцы издали, потому что немцы тоже были заинтересованы заключить и разобраться с этим. И последнее, на что я хочу сказать, вот мы, конечно, те, кто занимается этим проблемой, должны осознавать такую проблему, что еще в марте 45-го года Гитлер наделся, приезжал к нему зять Муссолини, и он его убедил в том, что значит будет что-то, на что наделся Гитлер. А, сегодня все знают. Значит, ракеты Фау, второе, наделся, что вот-вот им удастся расщепить, создать атомное оружие. И если вы...